Рейн, принять коннектор, нужно давать сейчас голову, он им не попадает, просто по своим соперникам! Сваливается с ног и втроем Фейс придется делать этот ретейк уже. Ну а здесь по Джейле информация должна быть у Твиста. Он слышал, Джейль. Ну не погибает, не поддается вообще. Литовец, да что ж ты не умрешь-то никак. 35 кп против 33, можно побороться, там патроны закончились. Нет, все-таки есть. Перезарядился, хорошо. Не пускает, смотри, не ускорит. Они просто играют на время, действительно. Фейс решили, ой, да ладно, забирайте эту пистолетку, мы разворачиваемся. В два ФАМАС решили идти. Ребята докупаются там еще и для Броки Армор, не стал оставлять себе экономику на то, чтобы АВИК в девайс был под гранатой. Тут уже есть выход и Твист дожимает. Симпло вдвоем с Броки они смогли забрать Александра Костолева и... Ну правда девайс не подобрать пока что. Выход в коннектор, Джель прибивает Рейна, ну красноватые такие ребята из Фейс, 26, хп 41, 9. И нужно дорабатывать, добивать соперника. Здесь Керриган, Фин Андерсон отхватывает у Джеля. Име идет также на контакт, добивает Броки, это 3 в 4. Как жестко сейчас ставят НАВИ, опять же никуда не торопятся. И хэдшотами расправляют с своими соперниками. Заходят вместе под флешечку, но в материале бит, размены последовали незамедлительно и остается один Робс. Сейчас готовится раскидка Аплэнта, вновь пытает НАВИ свое счастье под Аплэнтом, уже на девайсном раунде. Пошла первая флешка. Неплохо тут прогорает Твист, еще более того. Симпло находит и закрывает Рейна, Алексиби ждет перемещение с КТ. Броки сам пошел на центр карты, посматривает. Здесь же погибает Алексиби, выход полным ходом. И на центр карты идет еще и ИБСД. Здесь без шансов для Робса. Хочет на контакт выйти, наверное, еще попыстреляться Твист, не хочет. Четыре, да, на два его статистика, но слишком мало здоровья. Четвертая команда НАВИ. Как классно сейчас они начинают исполнять уже девайсный раунд. Очень много гранат на первых секундах, но Симпл уже лоит Рейна. И второго мог добирать, но Герриган расчехлил свой аук, правда, только на один килл. Очень быстрые размены. Им уже доходит на точку, и бэв скрыли. Ну хорошо, для команды НАВИ пока плохо для фейса. Видим с вами только одностороннюю стрельбу, односторонний бой, поскольку выживает довольно много игроков. Команды НАВИ еще не было близкого противостояния. У вас же бэ открыто. Зачем вы идете в центр карты? А, он, видимо, спину себе посмотрел. Говорит, я с бомбой один. Сейчас вот туда пойду, посмотрю. План надежный, как швейцарские часы. Роб собирает Алексей Би. Бит все-таки справился с Твистом. И, опять же, большинство сохраняется для НАВИ. Но кажется, что усложнили для себя этот простой раунд максимально. Но опять НАВИ демонстрирует прям какую-то... ...на мировую и разорвало ее. Мечты-мечты. Ох. Ну что, смотрим мы. Затем, как опять гранат не осталось практически в фейс. Есть еще, конечно же, там парочка смоков. Но заходит как себе домой на точку. Бэ правда остановила у Керриган и Рейн. Идут дальше. Выключает Джейль Рейна. Идут дальше. Минус от Робса. Керриган, не знаю, увидел ли симпла. Но сейчас можно подставиться. Керриган отлично. Открыть от него. Остается капитан на капитаны. Керриган просто не щадит. Никого не запуская на базу Б команду НАВИ. И вот же хорошая приемка. Плюс стрельба от команды фейса. У нас есть хотя бы начало. 39 секунд на таймере. Да, подходит коннектор. Выход под бетом. Два опорника есть от фейса. Вопрос, как они кроссфайром эту историю будут закрывать. Что по гранатам. Наверное, они нужны гранаты. Ай, Рейн не дождался. Рано начал стрелять. Ну, сейчас хорошо начал стрелять. Погибает Валера. Также вслед за Алексией. И у нас симпл будет прикрывать постановку планта. Бомба у нас, кстати, устанавливается. Три в четыре. Есть молик у симпла. Она хочет кого-нибудь Савика убить. Прекрасно понимает, как Саша может подглядывать за КТ. Сейчас пойдет флешка. А тут уже приходит Рейн. Такой, ребят, ну что тут забыли? Потом закончились. Твиска. Кто там убирает Рейн. Прикрывает его. Но Робс дает свой фраг Робин Куль. И здесь же Има еще и Робс забирает. А как же так? И там Авик Броки бежит. 10 хп Броки. Союз по добивает Има. Но это было прямо на тоненького. В один момент показалось, что слишком легко зашли Фейсклан на этот ретейк. Но сами выстроились в линеечку практически под последнего игрока Нави. В принципе, это играет на руку команде Фейс. Поскольку они сейчас начинают прожимать на А-мейн. И пойдут до конца сейчас, может быть, даже на базу Б. Тут у нас какие-то кошки мышки. Начинается заход в спину спин, чтобы в спину убить. Твис будет принимать Твис. Ловят хэдшот. И база Б свободна. И кажется, что сейчас можно и призадуматься. А стоит ли игра с Вич, скажем так, Броки с двумя гранатами. Да, киты имеются. Со снайперской винтовкой. Идти на этот ретейк. Тяжеловато будет. На душе Робса законтрили с Маком. И времени достаточно много. Но Робс идет. Робс один обвышал. Ты смотри, как еще и челкнул Алексей Би, который мог в спину и должен был, наверное, в спину убивать. Но не повезло. Ему с одной точки пойдут игроки команды Фейс с Авиком на Броки. Есть у него Молик и Смоук. Но, в принципе, если Броки сейчас попадет, там еще и дефуз-киты присутствуют. Там можно попробовать. Но бомба стоит далеко не под них. На биту может прилететь Молик под ноги от столба. Но что-то они как-то на Валеру забили. Ну, доигрывать они в любом случае будут пытаться. Открывается Робс, получает пулю в голову. И Броки теперь должен дать два невероятных выстрела. Такое ощущение, либо дефьюзить в смоках. Но эта история не сработает. На Ви берут седьмой раунд. Но пока эта игра... Вот они показали два раунда. И такие, все, хватит. Давайте потом уже на Анике посмотрим. И дело в том, что даже я готов поверить. Там в Фейс-кланд какие-то задумки на Анубис в атаке есть. Но вам атаку могут не дать. Просто поиграть с таким счетом. Но Рейн хорошо нашел за тылок соперника. А вот Вист в упор может и не справиться. Все-таки Симпл помог Алексе Би. Оставим на ЛОХП, если бы сейчас Симпл попал. Ты тоже ждешь, да, этого? Но, кстати, там и остался Бропс, который может Савика попробовать себя. Тут уже Име пробирается на базу Бейс. Снова плентой оставляет команда Фейс. Где, опять же, ребята угадывают. Керриган успеет ли, посмотрит ли, в принципе, направо от себя. Нет, без шансов для Керригана. На Име находит еще и контакт против Робса. Но Робс такой, откуда прилетает. Лишается половины своего здоровья. А тут уже Рейн идет. У него есть первый армор. Нет Дефуз-китов. Нет попадания от Симпла с МВП. Но, возможно, сейв. Идесяный для Нави. Тут у нас быстро активный выход на центр карты. Шикарные флешки. И долго убивали Алексе Би. Но все-таки смогли справиться. Идет дальше Фин Андерсон. Просто как с пикой протыкает соперников. Броки здесь же принимает выход на Аплэнд. Где ваши Нави? Вот непонятно. Вот это игра, которую мы ждали от Фейс Клан. Блажка нолик. Полетели против коннектора гранаты от команды Фейс. Джель выходит просто, сносит Рейна. Ховард максимально быстро взлетает. Здесь же шашлычок от Керригана. Со снайперской винтовкой. Времени 37 секунд. Можно подобрать девайс. Тут еще и Симпл. Савика зацеленного Джелем дает фрак. Как и большинство для команды Нави. Очень плохо вышли. Очень отвратительно вышли Нави. Они это недостойно. Раз. Под шашлык подставились. Ну серьезно. Ну как так-то. Лет закончилось, а они тут наяривают. Травят нас. Сейчас их Броки как хлопнет. Броки, да. Нужно всего-навсего три пули выпустить одним выстрелом. Но один выстрел делает Симпл. 11-4. Заканчивается первая половина. Симпл уже готов принимать с Юспика выход. У него есть тиммейт в упоре, который будет покрывать кроссфайром. Но пока врываться в фейс не стали. Разменный килл. Хорошо. Можно дождаться тиммейтов. Подставил сейчас просто вперед твист. Живет Симпл. Дает еще один фрак. Но остаются два в три на этом ретейке. Два в два. Уже неплохо. А тут береты от бета полетели в дело. Так, Робс врубает комнату просто одним взмахом своего углока и сражается против Валеры. Один на один. Но против Валеры, да куда ты прешь, Робс? Ну, хотя бы мы поставили у бели четверых уже хороший вариант для команды фейс. Да, лучший победный раунд. И посмотрим, действительно, возьмет ли Симпл тот самый дробовик. Потому что мы видим, как он веселится. И вот что-то Валерия нормально, позитивно рассказывает. Если бы так будет дальше, я даже боюсь за другие даже команды. Виртуз тройка, онлайн. Что если они выйдут, то будет уже несложно бороться против таких. Здесь пока что Брок и Рей наказывают и Симпла, и Име. И уже 3 в 5. Но не стоит забывать, что жив еще Валерчик. Каленые, при этом остаются игроки фейс-клан. 3 в 4. Можно не пускать на точку Б. Нужно не пускать на точку Б, но при этом Нави смещаются куда. И Олексиби здесь будет в соло. А ему и не нужны тиммейты. Все и так нормально. Оставьте мне побольше денег, пожалуйста, на фармилку. Возвращается Олексиби. Но кажется, что слишком поздно. Как можно было коннектор зашить красиво? По-каленному Броке. Так, ну а по девайсам есть М-ка для бита. Сейчас попробуют они втроем выбить точку Б. Тут еще есть флешка. Под нее Олексиби будет запускать, вероятнее всего, Джейля. Пошла ХАЕ. А она может быть по адресу до СВИ. Нет. Не до СВИ. Робс разворачивается. Получает ухо. Убивает Робса. Погибает Броке. Твист последний. За секунду Нави как будто бы щелкну пальцами. Стирают всю атаку. Как же они рады. Как же они кричат. Ой, ну жестко прям ставят. Сейчас Нави. Действительно в форме они классные. Контроль центра. И Джейль убивает очень здорово. Как без рана до них выходить. Как у вас одна флешка на четверых. Вы на нее смотрите и думаете. Вот все. Огонек потухнет сейчас. Не-не-не-не. Тихо, Джейль. Там слишком много стволов. Смотрит в твою сторону. Вроде бы отогнали. Еще. Хотя. Ну это сейчас нарвутся. Броки все испортил. Пачку выбивает биты. Говорит, ребята, они все тут. Да и в принципе, опять же, такое ощущение тиммейта не нужны. Но остается Рейн против Алексиби. Ему поставят пачку. Это ретейк. Это ретейк. Два в один. На ретейке есть смок, флешка и одна хайебри. Дожидаться сейчас Алексиби своего тиммейта. Им и заходят как раз таки с этими гранатами. Смок дефуз. Все, что здесь нужно, это просто прикрытие от Алексиби, который, если не справится, то не молодец. Они при этом так идеально еще идут для того, чтобы разыграть эту комбинацию. Как будто бы выиграть хотят. Под флешку просто уничтожает Рейна. И еще один раунд падает в копилку Нави. Можно уже хвалить или нет? Я сдерживаюсь. Лежись. Дождемся 16-ти, да? Дробовичок у Симпла. Дробовичок. Дождались. Айс Найс там радуется. Танцевать должен. Танцуй. Танцуй, да. Танцуй, мы снимаем. Симпл. С этим дробовиком, но самое главное еще и фраги нам подарить красивые. Ух. Да, уперлись просто в Эмма. Симпл. Один выстрел дает, а вы пропустили кое-кого в спине, родные. Алексиби не справляется со стрельбой. Слушай, ситуация вроде бы становится напряженной. Два в два. Пачка не поставлена. Идет на помощь. Бит. И Джилл начинает крутить, крутить своего соперника. Пачка выбита на радаре 100%, видели? О, Робс, у тебя сейчас будет неимоверно много работы. Он знает информацию по Джелле, но по биту у него ноль инфы. Думает, что возможно выйдет за спину еще кто-нибудь ему. Ну, соответственно, бит Джель хватает. В руки дробовик. Ему эта Эмка вообще на пол не упала. Да, потому что нужно красиво сделать. Симпл не справился, ты сможешь. Нет, ну что же, что это дробовик? Мы же танон сдали. Не подводите. А зачем мы тут Робса искать? Есть ответ. Патроны, патроны слышал. И здесь просто влетает хэдшот. Бит железно. Вколачивает пули в голову последнего. И это уже 15 на 4. Да, Симпл. А Мэйн ждет какого-либо выхода. Фейс решили закупиться чисто на стрельбу. У них имеется 5 калашей, но всего лишь одна флешка. Один смог. Бит. Вырубает. Бит второго. Сашу тут тоже наказали. Как и Джеля. А где-то Джель-то там погиб. Вроде бы такие красивые выстрелы с дробовика. Озвучка выстрелов от Симпла убивают другие. Алексей Би с Сэмочкой открывается в мид. Первого забрал. Второй кален. И там можно на отмаж дать одну пулю и фраг в кармане. Но вы 2 в 2. Ну, Кэрригану здесь, конечно, не позавидуешь. Всего-то здоровьем в игре, естественно. Так, в жизни здесь все хорошо. Так, хаешечка пошла. Кэрриган тоже пошел. Да что ж такое-то, как не везет. Примагнитилась к нему. Это, если что, раунд за карту. Мы напоминаем вам, если вы тоже упустили момент, как быстро все это было сыграно. 16 раундов берут Na'Vi. И мы можем похвалить их, наконец-то. Теперь уже обратно не отыграешь. В великолепной форме пришли в это Vest of 3. И свой пик забирают, но вот по щелчку пальцев даже дышать не дают команде фейс-клана Анубиса. И вроде бы его здесь даже особо не контролят, хотя Симпл должен ловить. Да, там Симпл под девяткой ждет, но прилетает первый смог. Это уже неприятности для команды Na'Vi сейчас. Но Кэрриган под этот смог мутится весьма неплохо. Там еще има есть на девятке. Сгоняют его. Понимают, что стреляться против P250 может быть чревато. Бит, пошел поджимать. Валера, вернись, Валерчик! Ты смотри, дал фраг и ушел. И Роб стоит в ожидании. Такое ощущение. Он пытается, конечно, открыться постфактум. 3 хп остается убито. И самое главное большинство для Na'Vi. 50 секунд на таймере. Джоэл тут с беретами готов принимать мейн. Выходи по одному. Кэрриган выходит из-под девятки. Так, увидит ли там Валеру? Сейчас Джоэль находит фраг на Рейне. Там пяточку увидит. Сейчас Кэрриган заберет Валерочка. Есть голова. Это 3 в 4. Можно пытаться заходить на плен, ставить пачку. Естественно, на базу Б. Но пока Броки бежит на рампу. Его абсолютно точно слышат Ива здесь. Но выйти на контакт он пока что не рискует. Скрипнул Робс. Алексей Бен закрывает дверь. Не в лифте, родились, ребята. Я вас не звал. Алексей Бен остается в этой немой борьбе против Робса. Спинкой подпер дверь. Закрывает дверь. Ну пусти. Пути не пути. Он его не пускает. Алексей Бен. Там пока Тим... А бомбу ставить будем? А бомба! Две секунды раунд выигран! На бе! На бе! Что это сейчас было? Алексей Бен просто такой тролль. Лучший хайлайт. Ну а теперь уже с плюс экономика, кстати, без дробовика. Симпл с Эмкой. Тридцаточка. Алексей Бен настреливает за красный. Остался уже Керриган каленым. А Рейн отдыхает в третьем раунде. Оу, Керриган. Хорош. Хэдшот. Не стали закупаться фейс. Да, опять же, пачка не стояла. Поэтому и экономики особо себе ребяту набить не успели. Хоть там и Керриган дал трипл килл. Но за счет этого он купил себе дигл. В этом раунде попробует сейчас датский капитан. И там Алексей Бита очень больно. И выходит им и на помощь уже. На своему капитану. Потому что могли навтыкать. Смотри, какой девайс появился для Джейли. Это МП-5 вообще. Какой тайминг сейчас мог быть опасный. Ну, морковка у нас была на предыдущем Best of 3. Но от этих команд, скорее всего, очень давно не видели. Так, а тут по 250. Это еще может быть больно команде Нави, честно говоря. Джейли с МП-шкой стреляется. Получает в лицо. Но свою дуэль он выигрывает. С этим противостоянием остается последний Броки. У него есть дигл. У него есть пачка на руках. И два битых соперника. Ну, а тут 15 секунд. И Броки может даже просто не успеть добежать. Аквариум здесь не разбит. И Броки. Ага, идет и все. Ну, максимально простой фраг оказался для Валера. Хоть и, как мы видим, на улице тоже было непросто команде Нави. Симпл с крокодилом сейчас в упоре. Броки сносит голову Джейли. Теперь Броки в девятке сработал. Хотя бы им смог справиться на секунду, замедлив атаку, которая занимает Асайд. А вот и вылетает ответка от команды Фейс. Уже на первом девайсном раунде. Иксэмка пока не пригодилась. Такая строгая, как костюм. По-моему, даже так и называется. Что-то вроде этого. Выглядит классно, безусловно. Минималистично. Будет сейчас выход на Симплай. Здесь либо красавчик Твист, либо Сашка. За себя и за Сашку. Нет, хэдшот четкий ставит Рассел Вандулкин. И дает Саше прикурить здесь. 5-4 остаются. Притом, что 30 секунд на таймере, наверное, стоит чуть быстрее шевелить лапками. Но Рейн говорит, мы никуда не торопимся. Алексей Бис носит голову. Остаются уже троем игроки защиты. Нави, возможно, будут сейвить в таких условиях. Ну, похоже на то. 15 секунд. Пачка на месте. Джейль уходит с 9, потому что может прилететь еще что-нибудь неприятное, типа Молика. И просто ребята скрываются в неизвестности. Роб с тем временем пытается поймать голову. Убивает Рейна. Остаются в большинстве игроки защиты. Джейль спрыгивает. С Бутки забирает Твиста. Отличная работа. Симпл сменил свое направление, но по-прежнему остается с дробовиком. Дает выстрел в дробинушке, но демеджа не хватает, чтобы оформить килл. Здесь есть Аймон. Спасает ситуацию. И еще один фраг от него. Там Алексей Би, кстати, с Калаша дал первый. Он прям бежит, но на девятке. И есть имя, который снимает его. Интересно было. Алексей Би выскакивает и смока получает сразу же в голову пулю. И мы тоже заметили. Хотя в этот раз хотя бы размен. Симпл снайпер подключается от команды Нави, но ни одного выстрела. И уходит на сейв. В принципе, временем уже жмет эту девятку с улицы. Есть размены. Два в три остаются. Два в два. Может быть, это зеленый свет на ретейк? А почему нет? А вроде бы и киты в наличии, и флешечки есть. Главное в себя поверить. Ну а там, да, стоит пачка уже. Еще пытается Броки обойти все это движение. Очень пытается умно сыграть игрок команды Фейс. Но успеет Лин. Там нет смока. На пачке стоит под мейт. Но падает Валера. Настается последний Симпл. Не понимает, ты откуда там вообще взялся, дорогой мой друг. Симпл снимает Броки. Остается один на один. Но три со спины. Не было смока. Была лишь только флешка. Это еще один раунд для команды Фейс Клан. Но, найстрай. Симпл вот сейчас ожидает, что по одному сопернику на него будут уходить. Первый пошел. Кэрриган оформлен. Бит забирает у Симпла фраг. И оформляет Броки к себе в копилку. Но тут уже, знаешь, дело не в том, кто заберет фраги. Потому что девайс реализуется полным ходом. Как раз таки они три сработают. В этом раунде здесь Юспа. Алексей Би просто через бок зашивает Рейна. Без армора. Без армора. Юспа. Без армора там, по-моему, слепой был Рейн максимально. А теперь уже вообще ничего не видит. Твист с Калашом. Заходит в сайт. Но пачкового у него нет. Он просто тут зажмется в угол. И будет ждать, когда на него кто-то вынырнет. Имма заметил Рейна. Но вместе с товарищем они должны этот фраг оформлять. Симпл пришел. Говорит, где фраг? Сюда его. Сюда. Да, ребята. Чат тоже успеваем читать. Не всегда у нас получается отвечать на какие-то вопросы. Но мы пролистываем. У нас и много. Двое целых. Много. Надо будет написать редакторам. Читать и комментировать может только Бог. Поэтому делает это мимо. Симпл два фрага дает. Тем временем погибает. А ты сам его сил уже не хватил. Робс принял выход с винтов. Ну и теперь надежда только на Алексиби. У него есть хаешка. Пачка не поставлена. 40 секунд. Очень тяжело против двух будет сыграть. Понимает, что сейчас он потеряет это преимущество по времени. Хаешка какая же классная. Ему в ответ говорят. Вот, лови такую же. Еще одну лови. Твоя? Я думал, что? Третья будет сегодня? Нет? Приятно тебе? Приятно? Алексиби подставляется. Но тяжело было, конечно же, разыграть этот раунд. Опа. Гаррика на девятке. Ищет второго. Забрал первого. А дальше сам может не уйти. Приветики. И ой. Там бит подсказывает и оборачивает ребят обратно. На бомбе на руках имеется. Но Рейн перестрелку проигрывает. Бомба. Потеря на 40 секунд. А почему же ты пошел один на флэн? Ховард, расскажи, пожалуйста. Может быть, стоит Нави запретить закупаться на 5000 долларов? Пусть закупаются на 2. У них получается выигрывать раунды. Так, здесь бит. Валер уже находит Керригана. Есть попадание и убийство от Симпла. Но Сашу пройти будет непросто. Практически, конечно, флэшка. Но Симплу эта флэшка вообще ничего не делает совершенно. Промахивается. Приходит на помощь Алексиби. Но здесь двойка бойцов не пускает его. Промахивается Саня. Нет, не промахивает. Он байтит. Он байтит такое чувство. Правда, вот сейчас Симплу придется в соло работать со своим соперником. Остается Броки против него на 83 единицах. И против, кажется, может закрутить Симплу. Нет, не закрутишь ты, мой Юспик. Голову получай. Спину получай. Рейн. И опять выходит Навик. Как они это делают? 30 секунд. Фейс пойдет под точку Б. Уже вроде бы стопроцентный вариант. Ну да, рампу отжали. Тут Валера уже дежурит. И Валеру будет сложно проходить. Да, у него только М-ка. И хэдшота нужно будет сразу два. Хотя Твисту хватит. И одного с его процентом здоровья прилетает Молик на нычку. Роб. Ох, какая плохая стриба была. Алексиби сейчас может ситуацию исправить. Пять секунд. Четыре секунды. Они не успели выиграть раунд. Просто жить. Поставится, ставится пачка. Ой, успел. Ох, какие тайминги. Один в один остается им. Против Твиста. У того 70 хп. И ты с М-ки можешь спокойно ставить хэд. Главное, главное прочитать соперника по его позиции. Име идет. Он понимает, где-то в планте. Ходит Твист. И здравствуй, дорогой друг. Как твоя голова не болит? Вы с клонцами не знают, куда идти. А как выходить? А все они знают. Выходят и забирают Джейла. С мейной сейчас можно. Попробовать закричивать кого-то. Есть и БТДшник. Первого про штрафа. Второго, третьего. Как же хорошо им работает. И остается в живых только брокер. Раунд за 25 секунд. Нави в копилку будет падать. Кайф. Ну слушай, как сейчас Име раскрутился на одном пятачке. Просто на минус три. Хотя казалось, что тот уже вышел. Да, с энтри фрагом. И на плент можно залетать. Но как сейчас пострелял игрок команды Нави. Просто багоподобно. И при том, что у Има сейчас 17 на 7. Оу. Это видно по капитанской выдержке. Как Анубисиска показывал. Тоже предлагал сам решение, которое потом же реализовывал в дальнейшем. Ой, как Роб сейчас щелкнул. Допрыгался. Симпл. В прямом и в переносном смысле. И теперь история о том, как Нави и меньшинства. Еще и битые будут заходить на точку. Твист сносит голу Джеллу. Тут же подключаются дабл береты. И Твист готов принимать. Да, этом уже некого принимать. Вот здесь Броки. На пусте сидит. И ничего не делает Броки. Ждут его здесь. Броки расправится с Алексей Би. Забирает еще и бита. Давиди, помоги, Саша. Помогает Симпл, но слишком поздно такое чувство. Очень много тиммейтов потеряли. 3-3 продолжается атака. Выходим из Смаков. Отвес тебя уже ждет. Лопается голова Джелла. Остаются только им и Симпл. И пачка при этом выбита под контролем. Рейна как раз таки она находится. В ловушке Нави. В ловушке еще и таймера. Вроде бы и 45 секунд. Но как быстро они будут утекать у вас сквозь пальцы. Особенно при таких траекториях движения. Вот пачка выпала под бустом. И тут у нас сейчас может быть концы. Здравствуйте. Симпл не ожидал такого подарка. И теперь можно попробовать вернуться за пакетом. И доиграть данный раунд для себя. И ребята собираются все вместе. Смаки полетели. А здесь же уже Двиз против Име. Погибает также Симпл. И Брасл здесь решает сам. У нас пока девайсы без Авика. Для команды Нави. Там уже биту прилетает практически на 100% его здоровья. Броки с Авиком караулит выход с радио. И здесь раз. Симпл падает выбором один. Остаются вчетвером. Но бит там еле сойдет с живого игрока с тремя ХП. Только бешеные хедшоты его могут спасти. И позволить реализоваться дальше по ходу раунда. На улице два игрока. В гараже. У Фейс. Сейчас защита выглядит от них очень разобранной. Спокойной. И самое главное эффективное. Рейн получает в голову. Практически там притчика залетела. Хатшот конечно же размен. Аликсиби подключился. Рейна потеряли. Броки. Не дает выйти в виду. Два игрока Нави. Нас три атаки. Уже один. Я не успеваю. Как оператор убийцы, комментатор убийцы. Говоришь их трое. Их уже двое. Есть гранаты. Есть калаше. Один Галилина в руках. Во. И мы также присутствуем. Но явно дело не в ресурсах, не в девайсах. Рейн. Поймать смога кого-нибудь. Опять бита нашел. И тут еще и решаем его напугать своим затылком. Испугался. Дал хатшот. Уже который раз дает Рейн эти самые энтри. Не по одному далеко. И третий падает. Это уже Аликсиби. Ответка от Симпла. Но слишком такая запоздала. Тут уже может не хватить навыков стрельбы. Литовского игрока и Саши Симпла. Но что-то прямо они на улицу выходят. И не могут реально сделать ничего. Да уж. Как-то за сторону защиты видимо слишком много времени. С радиоактивными веществами провели Нави. Поплыли они на второй половине. Ух. Я хочу увидеть хотя бы один раунд. Который они возьмут за атаку. Хоть что-то. Потому что неужели вот чисто на защите, чисто на приемке мы умеем работать. При этом мне нравится, что фейсклан они не стали играть расхляпанно набрав вот те самые поинты. Робс. Сейчас можно попробовать его пройти. Попадает по сопернику, но не летально. Бит 45 хп. Отбрасывается гранатами. Робс знает, что его будут душить. Говорит, подходи по одному. Я вас буду убивать. И два фрага дает. Третьего накалил до 20% здоровья. А тут уже Броки приходит на поддержку точки В. Сломал аквариум. Ему сломали лицо. Ну, такой себе размен получается. Выход на базу Б может быть. Керриган забирает Име. Рейн уже на позиции. Сейчас можно забирать Симпла. Рейн, только уж ты бежишь. Все, была информация, что там Ави катабрали. И как-то вот сейчас 2 в 2 уже напряженно. Там скаут Оликси Би. Не знаю, он сильно поможет. Приключается пока что на Диггл. Капитан команды Нави. Симпл ждет. Пошла флешка. Симпл. Сейчас там увольнение просто происходит в прямом эфире. Первый раунд. Найс. Все правильно. И какой взяли? Ну, не торопятся тоже на улицу выходить. Робс в этот раз с Авика. Робс уже без Авика. Без Брейна теперь. Робс еще 2 в 5. Остается команда Фейс. Проходочка по улице сработала на 5+. И тут уже Керриган должен встречать соперника. И мы идем дальше. Выключает его Керриган. Повезло, что еще и хэдшотный был игрок команды Нави. Открывается дверь. И команда Нави не пойдет на базу Б. Зачем? Если у них есть информация. Один там точно тусуется. И надо на это зайти. При этом они не торопятся на, что я могу сказать, они стоят по-прежнему в лобби. И только-только вот будут заходить, ставить пачку. Но их понять тоже можно. После такого старта второй половины вы хотите на 100% брать свои раунды. И бит это обеспечивает. Одиннадцать-тринадцать. Пачку Робс с фармилкой готов принимать. Дробовик в упоре. Позиция хорошая. Как минимум на один фраг. Но здесь еще и открываться нужно вдвоем. Атаки. Ой-ой-ой. Горят пятки броки. А теперь еще и лицо все красное. Твист со скаута. Но обозначил себя на девятке. И дальше перестреливаться тяжело. Да, тут надо сейчас придумать что-то интересное. Твист со скаута не попадает ни по кому в данный момент. И тут же еще хорошо мог поработать Рейн. Но Ховарду чуть-чуть не повезло. Не добивает он соперника. Остается последний выживший с фармилкой Робса. И стоит на радио, ждет, слушает. Незначительная сумма в пять тысяч. И вы уже у нас в чатике поддерживаете. Либо Фейс, либо Нави. Что такое пять тысяч? Это всего-навсего бай в одном раунде. Да, да, да. В контрстрайке. Вот Симпл сейчас взял и уничтожил этот бай на броке. Еще один энтри. Фраг для этого великолепного снайпера. Который становится килл-лидером у нас на карте. Да, тут есть некоторые, скажем так, интерпретации того, что Симпл делает энтри-фраги. Я просто покажу тебе. Тип такого. А тут не получается пострельбеющую Робса. Бит увольняет его. Керриган Савика находит фраг на Джейля. У нас вот на этой пипке сидит Рейн. И опять, и это 20 хп. И Керриган Симпл дождется, дождется. Да, увидел его плечико. Все-таки есть фраг от защиты. И ситуация, которую Фейс План могут разыграть для себя в плюс. Два в три. Битые игроки команды Na'Vi. Сейчас главное сыграть вместе. Информация есть по передвижениям защиты. Ох, это проблема. Бит далеко очень. Это проблема. Это проблема, потому что вы сейчас зажаты еще и в таймере. Керриган подставляет свое ушко под выстрел. Битая бит. Второго добрать не получилось. Спокойствие. Только спокойствие. Команды Na'Vi сейчас должны проявить. И сыграть на таймер. Ну да, тут 10. Ой. Аликси Пи получает хе. Патроны заканчиваются в твиста. Четыре стоят в активе всего лишь. Тик-так. Твиста будет выживать, скорее всего. Да, здесь, мне кажется, на Na'Vi просто нужно брать раунды. Они будут играть там каждый как последний в таких условиях. 13-13. Аликси Пи тоже выжил. А может нет. Такие все пойдем вместе. Господа, сейчас нужен идеальный раунд для команды Фейстлан, где они со слабым баем совершат небольшое чудо для всех нас. И Броки начинает за здравие. Правда, второй выстрел промахивается. Четыре хп подключаются игроки. Команды Na'Vi минус Керриган, минус Броки. Рейн уже ждет в 28-м. Твист такой с Робцом смотрит друг на друга. Что мы делать будем? Как тащить? Ой, тут еще и вроде бы сейв Авика. Но как же не попадает Броки? Как его там выключает последние раунды? То Симпл его выключит, то кто-нибудь еще. И он в своей команде просто не успевает помочь. Там опять же идут попытки выбить какие-то девайсы. Мы видим, что сейчас может быть. Побежал первый Симпл. Музыка из фильма «Челюсти». Съели. Я же говорил, что я жду фрага с ножа еще на Анубисе. Вот теперь можно хвалить Na'Vi. Так, Робца нашли. М-ка. Хочется забрать и ее дальше, чтобы им не катилась экономика. Робца забирают. Это раунд для команды Na'Vi. Они снова ходят вперед. Закрывают для себя уже пятый подряд в атаке. Как будто бы в реальной жизни тоже что-то спину почесало. Пытаются быстро выйти Na'Vi под точку А. Возможно, это ошибка. Но нет, ошибок не допускается. Правда, забирают Симпл в спину. Анубид также падает. Сомак десятый, лжевая трейдер. Все получается у Na'Vi. И 15-й раунд просто плывет к ним в руки. А теперь Броки последний, оставшийся в живых. И ему нужно сейчас пытаться. Там денег у Na'Vi много, очень много. Но Броки посмотрел на этот горящий Молотов. Не знаю, что он там пытался. Not interesting. Да, такой, что там, ну ладно, я пойду. Сверхозвуковая, полетели. Полетели вновь. Раскид. Летит под точку А. Горит будка. Все горит. Фейс-план. Есть ничем тушить. Бит. Ой, было видно, как же Валера просто с им и выключают. Без вариантов для коллектива. Фейс, Броки тоже теряет свой авик. Они просто идут и просто кошмарят. Они понимают, как играть против команды Фейс. Не нужно там что-то выдумать. Просто пришел да перестрелял. Зажал левую кнопку мыши в районе головы. И все работает хорошо. 20 секунд. И мы уже тут. Двух фрагов нет. Точнее, двух голов нет у команды. Фейс. Заходит на точку Б. Как себе домой. Ставится пачка. Потерянный Фейс-клан. Каждый в соло играет по карте. И собраться в этот единый кулак будет очень тяжело. Ну, ну, ну. Ну, ребята. Ну почему с Анубис это вернулись эти вот расклады? Под конец карты. Нюк. А ввели в второй половине Фейс 7-0. А сейчас, походу, 7-7. Может быть. Робс Терминатора. Терминатора режим. Да-да-да-да. Нет. Ты пытался помочь. Друзья, видите, мы объективны. Мы топим за красивую игру. Na'Vi. Ну, не то чтобы это сенсация. Хотя аналитики, я думаю, разберут это более подробно. Но я такого не ожидал сегодня от них.